В деревне Отлашево Чебоксарского района 4 года продолжаются судебные тяжбы за земельные паи между местными жителями и СХПК Отлашевский. Долевики, пожелавшие оформить свои земли, исправно платят налоги, но не могут пользоваться своими долями. Почему? Ответ в специальном репортаже Регины Кубайкиной. Специализированный овощеводческий совхоз 25-й съезд КПСС, милиаративной системы. Именно так назывался дореорганизация нынешнего СХПК Отлашевский. О былой мощи совхоза ходит с легенды. Впрочем, и нынче он на слуху. У нас совхоз в 90-х годах оформил как бы долевые хозяйства. 1319 долей должно было быть, 2900 гектаров. Но 2008 года у нас собрание долевиков было, начали оформляться. Люди на долю права жали, но на месте не могли оформиться и пошли в судебный процесс. Сейчас судебный процесс, никаких действий не идет. Регипалата закрыла все это. Сейчас кто хочет отказаться, и отказаться не могут. Кто хочет оформить, и оформиться не может. Николай Бодров в родном совхозе проработал за рулем трактора 45 лет. У него есть вид деятельства о регистрации права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, выделенного в счет земельной доли. И им он обзавелся в 2012 году. Хотим организовать или фермы хозяйства, или же оставить детям, подарить. Остальная часть долевиков, их около 400, по-прежнему отстаивает свои права в суде. Именно с этой целью выбран председатель инициативной группы. Солхоз Атлашевский начал судиться с нами, с древиками. Якобы земли ихние, что это по всяким причинам. Мы в арбитражном суде Чувашской республики раз, наверное, 50 соседаний были. И много судов было. Три раза в апелляционном суде участвовал в Владимире, два раза в конституционном в Нижнем Новгороде. Мы сумели получить часть регистрации на долю земель. Налоги платим, но земли препятствуют решениям суда. Каком этапе, я не знаю, потому что уже восьмого года сколько судимся, и в конце края не видно, будем судиться до конца. Валерий Скачков полгода назад стал фермером. Оформил земельные доли, унаследованные от матери. Посев на галетку обеспечивает конно-спортивную школу тюкованным сеном. В перспективе есть и другие планы. Я эти земли оформил, потому что я здесь недалеко живу. Ездить далеко в наше время, топливо дорогое, например, даже убирать урожай, это будет накладно. Хочу, как бы, хотел завести мини-ферму построить. Ну, пока все под вопросом. Юрий Скачков опасается, и не безосновательно, что земли у него могут отобрать и вновь вернуть хозяйству. Директор СХПК Атлашевский Сергей Аночин отказался комментировать эту спорную ситуацию, выразив мнение, что суду виднее. Почему же Атлашевские земли стали яблоком раздора? Когда началась реорганизация колхозов и совхозов, Советом министров Чувашской республики было принято постановление в апреле 92-го года, в соответствии с которым вот этот порядок реорганизации колхозов и совхозов не распространялся на отдельные сельскохозяйственные предприятия. Впоследствии вот этот 25-й съезд КПСС был переименован в СКПК Атлашевский. И то есть суд тоже опираясь на это постановление сделал вывод, что земельные доли не могли гражданам собственность передаваться. Получается, что из-за невнимательности прежних руководителей, забывших про постановление 1992-го года, спустя почти 20 лет людям дали земли, которые по закону нельзя делить. Окончательную точку в этом споре должен поставить суд. Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.